Привет, друзья! Меня зовут Авангард. Ну и сегодня я решил сделать какое-нибудь ещё ответвление от основных прохождений. Сегодня мы поиграем в The Binding of Ysah. И игру от тех людей, которые сделали Super Midboy крайне хардкорную аркаду. Возможно, мы её тоже пройдём. Но, ребята, это вещи ещё хардкорнее. Собственно... Собственно, у меня ничего тут не получается, если честно. И я уже умер сто раз в рецептах, и почти ничего не добился. Заодно добавлю... Заодно не так давно вышло дополнение. Brace of the Lamp, оно добавляет в игру множество нового. Во множество вещей. Где-то примерно отличалась эта страница. Ну и я решил, а чего бы нам не сыграть в Ysah. Так... Благо, игра-то интересная. Итак, это... Мы выбираем персонажа. Их у нас штук аж раза три... Семь штук. У меня... Причём, трое... Открыто только четверо. Во-первых, сами Исаак. Это как раз у людей стратегиях. Такой типичный среднячок. Ничем особым не выделяется. Ну и плохим тоже. Также имеем при себе сразу одну бомбу, кстати. Вроде, если открыть одну персаж, то у него появится одна вещица какая-то. Ну, я точно не знаю. Там Магдалена. Это у нас что-то вроде лекаря. У неё больше всего есть здоровье в начале. У неё есть лечилка такая. Ну, в принципе, неплохой персонаж. Наш Каин. Мой любимый персонаж. Этим всё сказано. Довольно быстрый. Довольно сильный. С отличным артефактом. Который не даёт нам отрицательные эффекты на пилюле. В игре есть такие пилюли. Ну, вы увидите. Так, это Иуда. А чтобы его открыть, мне надо, собственно, пройти игру ещё раз. Я как бы прошёл один раз. Но это как бы не засчитывается. Очень помню почему. Ну, да. Я про него кое-что знаю. Но, впрочем, люди про него сейчас распространятся. Я за него не играл. Мог бы сказать что-то неправильное. Так что лучше. Так, Ева. У неё здоровья мало. Атаки мало. Зато из-за артефакта. Птичка, которая нас защищает. И проклятие такое. Пробращает нас большого страшного демона. Как-то... Вообще это как-то странно. Как-то неожиданно. Вот Ева. Самсон. Если верить разработчикам, такой архетип берсерка. Идёт, бежит всех. Глобами руками. Да ещё есть один секретный персонаж. Но про него я говорить не буду. Извините. Так. Ну и... Я не знаю. Во каком будем играть? Пускай всё решит. Колесо фортуны. Или, кстати, типа... Каэ. Лично. В принципе, я в игру... Ну... В принципе, довольно долго не играю. Разбираюсь. И... Ну... Колесо сердца вы видели, что разбираюсь, видимо, не так уж хорошо. Или у меня просто руки не слишком прямые. В общем... Мы ещё будем стараться пройти. Хотя на записи-то вряд ли получится. И... Так. Значит, я ещё хотел сказать, такое умное... Вот только что забыл. А. Короче, я хочу открыть Самсона. Чтобы его открыть, нам нужно пропустить две сокровищницы. Это вот такие комнаты. Сейчас мы туда зайдём. И ещё... Мы должны... Чё ж мы ещё-то должны... А, мы должны убить мамочку. Какой-то... Один из боссов. Вот, если это почти финальный босс. Ну, скажем так, это босс. Порубитель, цель для прохождения. Потому что, как я... С речи с ним, вроде никак не забежать. Так, собственно, здесь лежат всякие полезные ништяки. А, ну, вот мы взяли один. Он, как я... Я не смотрел, что он даёт. Это, кажется, сильные слёзы. Я вот раньше такой... Такой босс не видел. Также в игре есть секретные комнаты. Чтобы их найти, надо искать вот на стыке комнат. Вот. Не знаю, видно ли вам курсор. Видите, где на карте знак вопроса? Вот. И как видите, он меж трёх комнат. И вот обычно... Такие секретные комнаты не расслабляются между тремя и четырьмя комнатами. Так, а сейчас вы в комнате босса. То босс вдова... И я бы сказал, что в подвале это самый опасный босс, по моему скромному мнению. Хе-хе-хе. Хе-хе. 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 Ну, влюблю таких пауков. Я ненавижу пауков. После Пенумбры. И... Гримрака. Хе-хе. Хе-хе. Потом, причём в больших количествах, так же он возрождается вот с такими коконами, которые тоже рождают пауков. Очень такой самодорный. Если... По-своему вырожаться, то есть призыватель. Кстати, он ещё призывает. Так. Отлично. Да, здесь соки Иисуса. Я его каждый раз нахожу. Мне кажется, что немного громковато. Так. Извините, сейчас на паузу поставлю. Надеюсь, так оно получше будет. Так, секунду. Ещё секунду. Вот так вот. Ну, в принципе, сейчас у нас получилось неплохо. Мы ничего не потеряли. Правда... Получили парочку артефактов. Так. У меня ещё эта игра стала жёстко тормозить. Видео обиделось на то, что я звук понизил. Так. Это два сердца. Это сердца не отличие от краски восстанавливаются. То есть это как броня. Типа, вот у неё у нас есть... Лига, чё так всё тормозит-то? Сейчас не тормозит. Вот, типа, бронили, как бы сбили на эти сердца, и всё. Пиши про павла, так сказать. Боже, у нас этих сердец не будет. Да что ж такое, это тормозит-то всё. Так, секунду. Не, ну вот то быстро идёт, то медленно вам, наверное, видно, да? Так, может, это немного графику понизить? Так, секунду. Короче, я не знаю. О, у меня персонаж что-то стал быстрее бегать. Не-е. Не получилось. Это довольно-таки неприятно. Чё ж так FPS падает? Так, это у нас такие ребята, которые нас до смерти боятся, потому бегают от нас во все стороны. После сердец у нас такой неприятный сюрприз. Да что ж, что такое? Подождите ещё. А, короче, я не знаю, что с этим делать. Вот опять. Блин, мне кажется, как будто я инвалиды заслужу ему на порядке. Сейчас какой-то старый-то даже удобнее. Есть время зареагировать там. Поспеть понять, что такое. Я пока... Я, пожалуй, не пойду туда. Так, а-то у нас... Два червяка. С разручки этой игры ещё-то видно, как... Что любят этих. Ребят, тут же червей-то в игре было дофига. И даже немного больше. Кстати, два червяка также отсылка... Сколько мне кажется, это супер мидбой. Там тоже были такие, только их было трое. И они были гораздо опаснее, чем местные. Тоже опасно. Но их беда в том, что они пытаются преследовать игрока. Из-за чего и погибают. Так. Здоровья, отлично. Ушли. Где я? О, где я уйду есть лопаты. Обожаю лопаты. Я думаю... Я сочинялся, чтобы прокопаться сразу на уровень ниже. Я думаю, мы используем это... На пятой локации. Потому что враги... Чем же еще сильные, как бы мне. Ну, не даю, чтобы они очень сильные. Я хочу вначале открыть самсон. Это как бы... Моя основная цель. Так, давайте зайдем в магазин. Я же пропустил... Эээээ... Ну... Этому... Этому... Сокровичницу. Ну и... Вообще, конечно, стоило бы... Ее все-таки открыть. Потому что... Нам надо как бы подготовиться к будущим боям. Которые будут как раздереть с того, что вы сейчас видите. Ну... Короче, что сделано, то сделано. Будем играть так. Вот эти червяки меня сильно раздражают. Они очень опасны. Вооружены очень опасны. За собой, в крайней мере, острые. А... Да умри уже. Меня раздражают эти... Бегатели от нас. Они бегают. За ними надо гоняться. Потом еще эта муха-то... Трахани вызвали. Надо сражаться с ними. Посильно раздражает. Так, они... Нет ли здесь секретной комнаты? Нет. Минус бомба. О, нет. Будет не так-то просто... Разобраться со всем этим. Значит, мне сегодня подозрительно везет. Я, по-моему, даже ни одного очка здоровья за игру не потерял. Ну, кроме того, что дьявола потратил. Блин. Ну, тут мне будет быстрее интернетик. Ой, блин. Это не... Это такой... Бонус. Вот, видите, что он делает. Это... Такая неоднозначная вещь. Почему? Во-первых, мы можем быстро убивать врагов. Но мы не можем уже не тратить бомбу на то, чтобы искать... Эм... Сокровищницы. Потому что это тоже нормально как бомбы. Они бесконечные. Но... Во-первых, это... Там много... Если враги быстрые, то, во-первых, это очень сложно попасть под ним. Это, во-первых. Вот такие. Как мухи. А, во-вторых, как вы только что видели... Поглить себя довольно просто. Сорляем из пушки по мухам. Называется. Да, вот так. Я не слишком-то хорошо обращаюсь с этой штукой. У-у-у-у, блин. М-да. Тращу, конечно, хорошо лещи. Деньги. Какой щедрый мужик. Собрать все. Так, пойдем-ка пока... А, не понял. Почему? Сюда можно пройти. Так, это у нас... Далее, держимся лучше вот так сделаем. Эти золотые сумки, они открываются с помощью... Ключа и... Какие-то другие двери... А-а-а... Еще там... Что-то-то полезное-то лежит. Так, мне кажется, нам надо будет сходить в магазин. А-а-а-а... Блин, так глупо погибнуть. Так глупо. Какой кошмар. Как я мог так глупо погибнуть. Все вроде неплохо так шло. Я же говорю, этот артефакт, он. Че, нет... Так, секунду. Он довольно-таки... Неоднозначный. Может спасти ее, может погубить. В нашем случае, я не сделал второе. Ну, давайте пока рандомно все делать. Для первой серии. Тоже, я все время такими, в принципе, руководствуюсь, как бы... Ммм... Да, летит руководство, ну и проходить за него. Не жалуйся. Так, Ева. Навыки у нее... Как видите, параметры у нее не блещут. Ну, бегает еще неплохо. Единственное... То мы не увидим их. А, наверное, если нам повезет, то мы их тоже не увидим. Омм... Наверное, я чуть позже объясню, что я имею ввиду. Так, я бы с собой вначале ничего нету, ни денег, ни ключей, ни бомб. Ничего-то у нее нету. И это прискорбно. Еще не тянутые, опять же, больше артефакты. Ну и еще... Даем ее курт, уже думаю, мешает. Так. Это нам дает... А, у нас серотравленные стрелы. Это, по-моему, замечательно. Пойдем-ка потравим босса. Мы в обычном подвале. Ну, просто... В дополнение ко всей акации добавили, как бы, щетки же, но альтернативные. Вот это у нас обычный подвал. Следуйте тут... О! Стивен! Давно не виделись, приятель. Это, кстати, Зосин. Он секретный босс. Он открывает столько, чем проходим подвал, кажется, 25 раз. Ну, то есть, сразу у нас все среди с них учится. Причем он, как бы, заменяет другого босса. То есть, из которого у него тактика, а бои у него почти одинаковые. Назадство босс-близнецы. Ну, и они, в принципе... Несколько... Ну, и, в принципе, в основах они похожи. Так, секунду. Это я ухо почесал. Так. Знаем, бегают нехорошие дядьки. Они сейчас на девушку бегают нехорошие дядьки. Снимают, наверное, непристойными предложениями. Хватит это терпеть. Заплаченных на смерть. Я думаю, что все заметили, что наши герои атакуют слезами. Слезливые они, ребята, что тут ты делаешь? Жизнь такая у них. Несчастливая была, особенно у Лайзека. Литов Стиф. Отерляясь в тру и помощь их. Почти как домашний питомец. О, боже мой, что только не творилось в жизни Айзека. Или Исака. Как больше нравится. Исак вроде каноничнее. Хотя... В смысле с матерью она говорит именно Айзек. Пойди тут пойми. А я бы сейчас не помешал ключ. В принципе, мы умойте... Ага, вот и ключ. Газпром мечты сбываются. И тут у нас спектральные слезы. Надеюсь, они у нас остались отравленными. Теперь наши слезы, и мы уйдёте вот так. То есть пролетают через препятствия. И мне это нравится. Да. У меня у нас прежние заражённые. А, замечательно. Паучишка. Иди сюда. Спасибо. Очень мил, что подарю мне эту монетку. Счастье видать. Море. А, вот, кстати, про что я говорил. Вот ты... Вот эта птица, которая рядом с нами вьётся чёрным вороном. В общем, она появляется, когда она наносит урон. Она тут же откует нашего обидчика. И у всех остальных потенциальных обидчиков тоже. Ворона лучше, друг девушки, чё ты скажешь. Ооо. Мощный товар. Мне уж не приближаться на расстоянии меньше, чем у всех. А вот, кстати, ворону давай-давай-давай. Вот так вот она делает. Однако при местных темпах рождение пауков, думаю, от ворона толку будет мало. Посадка полку рождает. Я, видите, с какой скоростью плюёт? Отдолбил сразу новое. Вот. Отлично. Ворона, вон тебе десерт. Какой десерт. А давай, что-то десертом. Это ж, не дай речь, а птица такой есть. Иса опять выдала. Ну, и сейчас, вера. Я несколько раз дражаю. Босс, кстати, не может двольно часто сражался. И... Все этих интернативных локаций, но у босса, в самом деле, всего штуки две. А так как с основным их сражаться с ними, естественно, не высраны, чем надоедает. Ну, впрочем, старый и тот же. Я, в принципе, не привык уже. Ну, тем не менее, я бы не отказался, что слить одного из них. Босс. Или ещё какую-нибудь. Ай, проклятие. Да ладно. Это биопятна, которые оставляет. Это... Они не носят урон, но только замедляют. Так, отлично. Таблетки целого куча. Шарш, мы языкально играем. Понятно, это просто внешний вид меняет. Понятно. Блин, ничего полезного нет было. Делка сделала. Не, простите, ребята, но у меня не так много здоровья, чтобы бездумно тратить его на несколько сомнительную выгоду. Кейл ее. Ну, эти червячки, да их на один на один. Они ничего не могут нам противопоставить. А это вообще какая-то деградировавшая модель. Наоборот, исходник. И ничего нет. Ни глаз, ни рта, ни других кулисных приспособлений. Просто какая-то белая глаза ползает вперёд-назад. Никакого вреда особо не представляет. Олика мешает до обстановки. О, вот это уже серьёзно. Так, давай, птица. Птица счастья завтрашнего дня. Не подведи-ка ты меня. А-а-а, нельзя, где-то не выбирай тебя. Чёрт, я чуть-чуть не пристрелил. А-а-а, какой плохой зелук-то оказался. А-а, боже мой, у меня ни ключи, ни бомб, у меня ничего нет. Ну, я скажу я вам, это не самое удачное мое прохождение. Так, какой счётчик, вертее, будет-то внушительный. Да, если это я только может за звегру начал играть. Этная птица. О, вот это довольно сложный пост, у него просто огромное здоровье. Да и сам он просто вышел, точнее она. Это, м-м, существо женского пола. Я знаю, что-то с трудом верится. Ну, ё-моё, сегодня не на рождение определённо. Так, рэндамм. Рэндамм. Магдалена, отлично. Так, днем темпу мы за сегодня переберём всех открытых персонажей. Ну, бусарик, какой же, если это... Что сейчас быстро погибнет, то, наверное, сделаю ещё четвёртый заход за Айзека. Ну, бусарик, не подскажете, как пройти к почистам? Нет, не подскажу. Ну, пожалуйста, не плачь. Девочки, плаки, не плачь. Ну, боже мой. Сайлочи, ну, наверняка заметили, что все персонажи связаны с библией, с библией, с библией, а вообще религии. И, собственно, сюжет-то про легенду. Легенду ли? Если я во время правильно сказать. А Аврааме, его сыне Исааки. И вот Аврааму, бог повелел, принести его сына в жертву, но ему, как бы, то сделать не дали. В общем, тут у нас, то есть, я, примерно, на том же самом. Так-то. Так, сюда. Книга Семьи Грехов. А вот нужна ли нам? Я, пожалуй, буду носить с собой восстанавливающуюся аптечку лучше. Мне она, как мне кажется... А-а-а, вот и же этот рак только истратил бомбу. Монстра. Не самый сложный босс, но, несомненно, самый нервный. А здесь какая нелумивая морденка. Ха-ха-ха-ха-ха. А, за гипломбишься взять, а, нет, нет, но мы не будем. Так. Кстати, есть его лучшая версия, и она противник куда более серьёзный. В первых, она тоже умеет призывать, во-вторых, она умеет пускать лучи добра. Ну, я прямом смысле. Все, конечно, лучшие орауют красные, чё-нибудь. Ну, я это очень не знаю. Так вот. И... Вроде у него тоже игра гораздо больше. В итоге создаёт довольно-таки неприятного противника. Ну, а сам вот этот монстра... И, слиня, ничего сложного уже не представляет. Тут никаких особых тактик нет. Просто стой, добей. Да, вовремя выращивайся от его снарядов. Вот и всё. Мы нашли обед. Видимо, нашего монстра. Наверное, он не успел съесть. Такие нехорошие люди пришли. И его... Обед отняли. Так, вперёд, назад, снафрочим, вперёд. То есть, это как бы и назад, потому что вниз. Так... Остался один... Последний герой, ни свой, ни чужой, последний герой. Ну, в подвале рассадник, хотя, конечно, все могу объяснить. Мух, пауков, червепереростков тоже, в принципе. Ну, вдову можно. А еще одного червя переростка. Ну, монстра исклонить варенье получился. Какая-то дурацкая. Радостная сальфа. Холосоват червя переростки. Эм, ну, они... ну, они какое правление ленос обоставляют. И... Мм, да. Это будет быстро. Так, секундочку. Так. Да ё-моё. Так. Да ё-моё. Так. Сейчас... Сейчас с ним будет готов. Эх, какие ж... Какие-то неприличные червя привыкли, что в подвале... Видимо, никто не бывает, кроме... ...всяких... ...мок с мулками. Вот и... Вот и наделали... ...всякого вандализма. Хорошие люди, что ты скажешь? Хорошие. Мы победили. Ха-ха-ха. Тоже на скорость. Это неплохо. Тоже, Магдалена. Прямо скажем, особой скорости не плещет. Сосерия уже полчаса идёт. Ну, в принципе, я не могу сказать, что... Уже я не буду сейчас особо стараться находить вещи... ...и лезть. О-о-о, вот это очень опасный. Это Камикадзе, они, в отличие от своих сородичей, через три часа от нас не избегают, а наоборот сразу её и ищут. Закончается обычно это плохо, полным разрывом. Ну, тогда ещё одни червяковообразные, только их сегменты, как бы, каждое отдельное жёсткое число. То есть, если мы их, ну, предположу, было бы длиной в пять сегментов, мы убили бы то посередине, он бы на два разделился, ну и так далее. Я думаю, идею вы поняли. Да, ё-моё, хватит носиться-то. Мм, да, сойти сюда толку было немного. Пошли сюда. Здесь у нас тоже ничего сложного. О, сундук. В этом сундуке, может, вниз под ленкой сидеть. Так, честно говоря, я не горю за его желанием влезть туда. А, это... А я просто, пауков порождаю. Просто. А сейчас один из них покоится с миром. Точнее, уже второй. Это полк. Это полк куда полез, думал. Что лучше их всех. Зря так думал. Что-то таким мыслей до добра не доводит. Если подумать, вот все эти артефакты, они также снять внешний вид героя. Окей, ну чё, чё-то везёт. Можно сказать, что в чипер вот в данном виде. Это не так давно. Ну, спасибо, друг мой. За что ты мне ранее не поможешь? Неплохо было бы, если бы там... Оказался какой-нибудь артефакт. Нет, деньги. Прочно деньги уж купить тот же артефакт. Да, далеко мне ключа нет от магазина. Кстати, он, магазин. Тоже довольно опасный враг. Если верить в виких, они зовутся рыцарями. Да, я лично зову их мозговитыми ребятами. О, очередные черви-переросли. Особой сложности, каких предшественники не представляют. Продолжение в том, что у нас почти ничего хорошего-то для по урону нету. У меня ещё подвисает всё опять. Кем мы скажем, эти ребята глуповаты. Если бы они двигались по своей диагонали, то им было бы гораздо легче сами сражаться. Они двигались по этой чертовой диагонали. Чтобы ничего не делать, так и не просто двигаются и всё. Вообще никакой... Никакой тактики у них нету. Есть то же там, что их двое. Надо бы их с легкостью убить. А вот у двоих это тоже небольшая проблема. Да, всё, почти готов. Всё, последний. Да, ё-моё, всё. Наконец-то. Чё деньги? Чё, на сколько денег? Невольно задаю... Невольно задаю себя вопросом. Резать монет довольно много. Так, ладно, я вернусь через мгновение. Так, я здесь. Продолжу. Так, ну, зайсак уже точно прохождения не будет. Шассерей так довольно длинный уже уходит. Продолжу даже мы сумеем убедить, получить иуду. Наверное, чё я бы смениваюсь. Может, я ещё не был на четвёртой локации. Ну, вот, на Самсона это шансы более реальные. В кроществах я, как бы вы заметили, сегодня нечасто бываю. А, проклятие. 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 О! Изделие закройщицы, вот что вопрос. Я тут... Аж приберегут от крючки для магазина. Я думал, что, может быть, вредная комната. А, блин, чё так тормози? Да. Она будет несчёт этого разобраться. Отлично. Отлично. Так, это вот арена, что все опасно, что я эти полное здоровье. У нас опять же ожидает, что-то полезное. Но за это мы ожидаем сразиться с вонстрами. С тремя волны. Таблетка. Поберите шумов. Тонное здоровье. Может, сидит на аренду. Если про что там... Я так думаю, если там идет артефакт, то я его возьму. Если будет средство нук, то я его лучше не буду открывать. А то мы уже будем консируем, да? Вроде двух монет. Это дополнительный здоровье. Давайте возьмём. Взяли. Взяли, так и потратим. Так. Я думаю, это была сосложная волна. А нет, это местные фениксы. Они имеют приорядную привычку возрождаться из собственного праха. Сейчас выйдет это от праха. А, так, насчёт статиевы. Я вам не рассказал, что делает её второй артефакт. Это проклятие. Короче, если у неё останется половина сердечка. Ну, здоровье останется половиной одного сердца. Впрочем, я когда... Нет, это я говорил. Когда мы превратим тебя в здорового демона. Но это нас, с которого атаковал, чем на полную мощь. Но... Мы умрём с самого удара, с самого удара будут. Так что... Как бы, оружие последнего шанса, так называемое. Блин, всё тормозит так сильно. Стык, тормозь. Даём её. Кстати, а интерес, это был попасть червяков. Если подумать, потому что червяков мало. Знать себе тоже не сложно. А вот это... А то не по мне чаще попадало. О, конечно, чё-то полезное. Это полное здоровье, а это чё-то непонятное. О, нет! Ну, всегда так. Путина с только один. Это то, что ли, да? Нерзкие твари. Ну, вот конкретно, вот эта разновидность, она не слишком опасна. Просто, с собой, что я хочу, если мы пока находимся в сидячем положении. О, нет, ну почему? Это мини-босс. Зовут его «Жадность». Если он по нам попадёт, то сопрёт наши деньги. И обратного больше часть уже не вернёт. Видите, что у него с глазами творится? А, блин. Это не сложно, это... Скучно к тому... Ну, вот видите. Как бы все монеты, кроме одной, так-то на месте. Но... Да, одна монета здесь всё решает. Не, ну, вообще-то не сложно, это скучно. Это, в принципе, бог с ними. Эх, много. Да, елки. Мои теньки. Теньки. Да, блин, умри уже, надоеду. Не надоеду. Мне сим неинтересно сражаться. Ну, ещё одной монет не хватает. Дайте, я хреблю низ. Из. Ну, а вот вот эти серые, они... Как бы... Неуязвимы. Алло, гараж, проснись. Проснись. Ой, давай. Ой, ёлки. Эх, это самая... Эти ворогиня, больше всего, разрушает. Тата нищий. Ему можно дать денег, Зену может нам что-нибудь полезное дать. Адафистула. Мы можем ей надавать слёз. Ответа нам даст ещё больше себя. Мы можем этим больше нового асофиса дать. Ещё у нас идёт садить. Но они всё равно продолжат распадаться. В общем... В общем, не очень-то благодарная штука. Ну, как вот, в принципе, она не очень сложная. Её всего в количестве. Ещё в том, что у меня всё тормозит. Да, почти. Ещё у нас тут, в принципе, неплохо. До новых встреч. О, это полезная вещь. Ну, главное, опасные места, ребята. Нет, враги нищета брошу. Да, не зывается, но если шума-то тратим два сердечка, то больше не получится. Это вообще не равный ценный обмен. Смотрите, они развались на кусочки. Они довольно агрессивные кусочки. Тут у нас просто богатство. Проще особо не стремлюсь его добыть. Идёла. Эти карты уроне всегда какой-то раз за эффект. Сила у нас, как подсказывает у Кэп, поселяет. Так. А, чёрт возьми. Каза Магдалёну, удачи всего получается за сегодня проходить. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не залазить, как говорится. Всё, готов. Тоже, муха. Ну, чё у нас сам, давайте посмотрим. Не-а, не хочу вот его в штуку брать. Мм-м-м-м-м-м. Надо шоку-ти, вроде мини-босса. у меня вот становится слабо и да я опять не высоко сейчас уже все таки надеюсь попасть в магазин блаженны верующие что скажешь на такое заявление найдем наверх наверху от воинственные миссис это опасно ребята я столько суровы что их желудки что-то у них могут нас закусать на смерть я бы не хотел встретиться с такими в темном переулке еще один мини босс черт вот здесь есть реальный шанс погибнуть но нет башка завершу жизнь в убийстве так рискнув предположишь секретка здесь нет и я удивлю так играли на автомат него мы тратить не будем наш единственный ключ вот магазин счастье близко вот возможно ли это мы скоро выясним так паук паук проклятие я не хочу еще и с мухой сражаться ну а вот и второй ключ все равно он нам не нужен полет 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 я в языке это как полет я в языке это как ой 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 а а а а а а так с этими головами ничего сделать нельзя я забыл атаковать пока все остальные враги в фонте не умрут а че ну не зачитали то контур так и самым богом не мереть а офигеть все складывалось в принципе неплохо ну что ж я надеюсь вам понравилось если да то ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь с вами был авангард до новых встреч